Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы снова с вами начинаем очередной цикл подготовки к основному государственному экзамену на базе портала просвещения. И сегодняшняя наша встреча будет посвящена изменениям, которые случились у нас с основным государственным экзаменом в 2020 и планируются, соответственно, в 2021 году. Как мы все знаем, у нас в этом году не проводился экзамен, подготовка к нему прошла, а сам экзамен не проводился. Поэтому те изменения, которые были в 2020 году, они в неапробированном виде сейчас перекочевали в 2021 год. То есть в этом году у нас как бы немножко более сложная ситуация будет, чем в предыдущем году. У нас количество изменений увеличилось, причем за счет не только изменений, которые в 2021 году случились, но и за счет изменений, которые в 2020 году были, но оказались неапробированными. И в связи с этим мы и взяли вот такую вот тему, самую первую для предварительного нашего разговора. Это вот анализ изменений в ОГЭ-2021 на основании документов, которые выложены Федеральным институтом педагогических измерений в качестве проекта. Ну и, соответственно, материалы, с которыми мы сегодня с вами поработаем, и, в принципе, вы, как учитель, должны обязательно ознакомиться, это кодификатор, это спецификация и это демонстрационный вариант. То есть помимо демонстрационного варианта, помимо демонстрационного варианта, необходимо еще ознакомиться с двумя другими документами, а именно с кодификатором и спецификацией. При этом напомню, что в кодификаторе у нас содержится минимум обязательный, который будет спрошен на экзамене. То есть кодификатор – это документ, который определяет тот объем сведений, который будет спрошен на экзамене, и виды умений, которыми должен обладать учащийся, сдающий экзамен. Это вот задача кодификатора. Поэтому, если у вас есть вопросы, будет ли эта тема в экзамене или не будет этой темы в экзамене, прошу обратиться вот к документу «кодификатор» называется. Спецификация, она расписывает, как в варианте работы будут размещены вот те самые сведения, которые содержатся в кодификаторе. То есть спецификация – это документ о том, как будет осуществляться экзамен и что будет в варианте работы экзаменационной. Ну, а демонстрационный вариант, вы все его видели. Соответственно, первым делом вы ознакомились с демонстрационным вариантом. Предполагаю, предполагаю, там много набрали воздуха в легкие для того, чтобы высказать все. Но вот сейчас будем тихо, мирно разбираться, может быть, тихо, мирно и выдохнем, кто его знает. Давайте посмотрим. Итак, какие изменения случились у нас по сравнению с 2020 годом, в котором не проводился экзамен, ну и, разумеется, еще плюс с 2019, поэтому как бы с двумя годами. Вот вопрос уже поступил. Посмотрите, пожалуйста, коллеги в чате по поводу кодификатора размножения, а генетика проверяться будет. А что там у нас про генетики в кодификатор 9 класса введено? Там термин генетика существует вообще как таковой? Посмотрите, пожалуйста. Поэтому здесь сразу многие вопросы отпадут. Нужно ли заниматься в 9 классе генетическими задачами? Но мы продолжим. Итак, посмотрим. Задание сократилось с 30 до 29 за счет того, что убрали два задания с выбором одного правильного ответа из четырех. Но вместо этого ввели новое задание 26, извините. Новое задание 26, которое требует развернутого ответа. Ну и здесь самый важный момент – это, соответственно, о время. О время оставили прежнее – 180 минут. Хотя очевидно, что если мы допускаем новую задачу, которая требует развернутого ответа, количество времени должно быть увеличено. Потому что сокращение на одно задание, оно как бы не предполагает сокращение того же времени, которое было затрачено. То есть здесь расчет должен быть такой, что если мы предполагаем, что у нас новое задание, в котором девятиклассники должны дать развернутый полный ответ, то очевидно совершенно, что время будет, соответственно, должно быть увеличено. Иначе ему просто не хватит времени на выполнение задания. Возникает вопрос, а зачем тогда задавалось так много вопросов. У нас же смысл экзамена, государственная итоговая аттестация, в отличие от ВПР, заключается в том, чтобы предоставить максимальное количество времени на выполнение работы. Максимально достаточное. И очевидно совершенно, что здесь, если мы добавляем задание, которое требует развернутого ответа, мы должны добавить время в экзамен. Поэтому первое, не то чтобы претензия, а пожелание разработчикам заключается в том, что если вы добавляете одно задание во вторую часть требующего развернутого ответа, то времени 180 минут хватать детям уже не будет. Значит, количество времени от Вадимова на экзамене должно быть увеличено. Хотя бы до 3,5 часов. До 200 минут. До 210 минут. Почему? Ну, в конце, прочитав задание, убедимся, что это просто необходимо. Так, что еще у нас случилось? Помимо появления задания номер 26, у нас в части 1 изменена модель задания номер 24, который был 26-м, а до этого 28-м. То есть это уши, лапы, хвост, как я их называю обычно. Вот, это собаки, лошади и листья. Теперь вместо листьев, так понятно, будут кошки. Насколько это рационально, сейчас посмотрим. Итак. Значит, что у нас реально произошло? То есть мы спецификацию должны прочитать расширительно. Что у нас произошло? У нас в первой части, в первой части, появились в 20-м году новые модели заданий. В линиях 1 и 18, которая в прошлом году была 20-й. И плюс изменил задание номер 24, которое было 26-м. Это в первой части. Во второй части, помимо новой линии заданий 25, которая не опробирована, и измененного задания 29-го, который расчетная задача, плюс, соответственно, вопрос из биологии, добавилась еще биологическая задача на, скажем так, исследовательские умения, как ее позиционируют разработчики. Это описание опыта, эксперимента, который проводили ученые, и, соответственно, ответ на вопрос по той информации, которая есть. Таким образом, у нас что получилось? Что у нас количество заданий, на которые должен дать ответ, вот здесь, кстати, опечатка, до 5 возросло, а, соответственно, суммарный первичный балл увеличился аж до 13 баллов. Теперь у нас вторая часть весит 13 баллов из 45. 13 баллов из 45 – это практически треть, ну, точнее, 29% от общей суммы баллов. Это означает то, что теперь для получения положительной высокой оценки вторую часть необходимо выполнять обязательно. То есть нельзя уже обойтись вот знаменитыми этими крестиками, которые на протяжении довольно долгого времени мы наблюдали при проверке работ. Значит, теперь на задание нужно отвечать, иначе ты больше трех не получишь. И это правильный подход, потому что выпускник должен продемонстрировать знания не только, скажем так, тренировочные, но и умение размышлять, имея биологическую информацию. А проявить это можно только через развернутый ответ. И здесь нельзя не приветствовать увеличение количества заданий во второй части и увеличение, соответственно, баллов во второй части. Их нельзя не приветствовать. Другое дело, что единственное, как бы, пожелание – это увеличить время. Это не так сложно, но времени, не должно быть дефицита времени, иначе мы не получим грамотных ответов от учащихся, которые могли бы дать эти ответы. Это единственное, так сказать, пожелание к тому, что у нас появилось еще одно задание во второй части, потому что вторая часть должна быть не менее 40%, на мой взгляд, количество баллов давать учащемуся. не менее 40%. Пока у нас 29%. Но это, так сказать, на наш взгляд, вот такой вот вот сугубо практически с точки зрения того, что мы проверяем и что мы получаем на выходе в результате этой самопроверки. Ну и давайте посмотрим, пройдемся по изменениям, которые есть в кимах в части первой. Значит, задание 1. Оно новое, оно не было пробирано в 2020 году. Услови реального экзамена требует записи слова или словосочетания. Как это будет выглядеть, можно увидеть только в режиме реального экзамена. Задания со 2 по 17 не изменились и по-прежнему требуют выбора одного верного ответа из четырех предложенных, при этом, соответственно, фактологический, биологический материал проверяют. То есть фактологию чистой воды, знаешь, не знаешь, то есть материал рассматривается именно на этом, на этом этапе рассматривается именно с точки зрения того, что либо знаешь, либо не знаешь. То есть здесь нет вот таких вот размышлизмов и раздумен, которые необходимы, чтобы проявлял выпускник при выполнении заданий. Дальше задание 18, это преобразованное задание 20 с графиком, которое в прошлом году было не апробировано. Оно двубальным стало. Там добавили еще один правильный ответ. Но этот второй правильный ответ не напрямую вытекает из графика. И на самом деле вот такое изменение 18 задания можно только приветствовать, потому что по статистике задания, когда надо было выбрать один ответ из четырех с графиком, выполняли даже те учащиеся, которые итогово получили два. То есть оно было суперпростым. Сейчас оно стало сложным. То есть один балл могут взять практически все, а вот второй, то есть полностью правильно его выполнить, могут только те, кто знает предмет. И это очень важно и ценно. И задание номер 18, поэтому изменилось вот в лучшую сторону, что называется. Что касается заданий с 19 по 24, это все они бывшие задания, соответственно, предыдущих лет, предыдущих, соответственно, стадий развития нашего экзамена. И единственное изменение – это то, что теперь в 24 задании вместо листьев появилась кошка. А само задание стало немного иным, и здесь я рекомендовал бы вам посмотреть описание, вернее, не описание, а образец работы ВПР для 8 класса. Там есть похожие задания, и самое главное, там есть вот тот самый последний вопрос, который, честно говоря, вызывает некоторые споры, о которых сейчас мы с вами и поговорим. Так, следующий момент. Как изменилось тематически? Значит, ну, изменения коснулись только человека. Теперь заданий по человеку в первой части, в заданиях с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных, 8, а не 10, как было раньше. То есть теперь объем заданий по знаниям фактологическим по человеку сократился на 2. Все остальные остались на своих местах и просто передвинулись. Соответственно, с первого по пятый, вернее, со второго по пятый, как и было, клетка, бактерии, грибы, растения, животные тематически. Дальше 8 заданий по человеку, 14-15 – экология или эволюция. Причем экология и эволюция – это та, что изучается в разделах растения, биологии растений, биологии животных. Ничего там такого особенного, сверхъестественного не задается. То есть там нет общей биологии в том виде, в котором мы ее изучаем в 10-11 классе. 16-е задание – аналог 18-го, 17-е задание – аналог 19-го. Ну, соответственно, что это за задания такие? 16-е, 18-е, 21-е версии 19-го года – это задания с подбором термина в таблице. Ну, а 17-е – это задание, которое требовало, если вы помните, выбрать правильное суждение. Дается два суждения, надо решить, они оба правильные, оба неправильные или какой-то из них верный. Очень хорошее задание. На самом деле, по выполнению его выполняют только те учащиеся, которые имеют итоговую оценку 5. То есть вот задание 17, которое было 19-м и 22-м в 19-м году, они, соответственно, показали, вот это вот задание показало, что его выполняют успешно только отличники. И оно вот здесь тут является как бы таким заданием, отсеивающим хорошистов и прочих, которые притворялись знающими биологией от истинных отличников. Очень ценное задание, и в этом, кстати, его, собственно говоря, ценность. Она статистически показывается, ценность этого задания, она показана именно статистически. То есть вот только те, кто имеет итоговую 5, выполнили ее правильно. Это задание 17-е. Так, что касается заданий с кратким ответом, те, которые измеряются 2-бальным и даже 3-бальным, вот, и общее число первичных баллов здесь уже 15. Вот у нас 17 за задание с 1-го по 17-е, потом, соответственно, 18-е, 24-е дают еще 15 баллов. Итого мы выходим на число, соответственно, 32. То есть никак до пятерки мы дойти не можем. То есть для того, чтобы получить 5, необходимо без ошибочных, мало того, чтобы безошибочно выполнить первую часть, еще надо набрать до 36 баллов еще 4 балла дополнительно во второй части. То есть вторая часть становится обязательной к выполнению, вне зависимости от того. То есть для того, чтобы получить отлично, вторую часть нужно выполнять. Это правильно. Ну, здесь мы видим, что задание 18-е, о котором мы говорили, и задание 24-е, о котором тоже еще скажем. Вот. Ну, и, соответственно, 19-е и 23-е – это задания, которые у нас были, что называется, спокон веков. То есть им уже где-то в районе 8-ми, а некоторым даже и 10-ти лет. То есть это проверенные задания, которые уверенно показывают свою эффективность из года в год. Опять же, каким образом они показывают? Они двубальные. И поэтому 2 балла, то есть полностью правильный ответ, выполняют не все учащиеся, а те, которые действительно знают биологию. То есть те, которые получают итоговую 4 и 5. А вот, например, троечники, они задания не выполняют эти. Правильно. Они набирают максимум 1 балл. А вот если мы возьмем задание 23-е на восстановление текста из избыточного перечня терминов, то тут в 23-м задании 2 балла набирают даже не все отличники. То есть где-то там 15% отличников у нас берут всего 1 балл в этом задании. Понимаете? Вот. Это говорит о том, что вот задания выполняют свою функцию. Они показывают, насколько учащийся реально знает предмет. Потому что такое восстановление текста из избыточного перечня терминов? Это умение работать с литературой. Умение работать с литературой. Вот и все. То есть мы здесь проверяем, собственно говоря, а читал ли учебник учащийся, который претендует на 5 по итогам экзамена. Или вообще не видел в глаза учебник. То же самое можно сказать и про задание 20-е. Там требуются знания, которые из избыточного, умение выбрать из избыточного то, что есть на самом деле. То, что спрашивается в задаче. Ну, особенно еще раз подчеркну, это, конечно, текст. Текст просто уникальный оказалось в задании. Вот оно по статистике показывает, что выполняют его только знающие учащиеся. Те, которые итогово получают 5. Даже те, которые итогово получают 4, 23 задания берут только 1 балл. Как правило. И совсем немного берут 2 балла. Ну, и 24-е, о нем мы говорили. Тут уже в чате я просто читаю, краем глаза вижу, что тут уже начали прозрачки. Давайте сначала посмотрим по, соответственно, заданиям, которые задание номер 1. Вот оно у нас было. Посмотрите, пожалуйста. Вот взято задание из открытого банка заданий ФИПИ. Ссылочка здесь приведена на наш родной банк. Есть там вот такое задание. На рисунке схематично изображен один из процессов жизнедеятельности самца и самки Тритона. Какое общее свойство живых систем иллюстрирует данный процесс? Ну, и вот предлагаемые ответы, из которых выбрали правильные или неправильные. Неправильные отмечены красным, правильные отмечены, соответственно, черным. Смотрите, пожалуйста. Ну, очевидно, что общее свойство живых систем – это размножение или репродукция. Репродукция – это размножение или воспроизведение. Вот это вот репродукция – это воспроизведение и размножение. Одним словом латинским обозначается репродукция. Это и размножение, и воспроизведение. Ну, поэтому воспроизводство и самовоспроизведение являются правильными ответами. Хотя есть в русском языке нюанс, конечно. Размножение – это увеличение численности. Возпроизводство – это восстановление численности. То есть поддержание на каком-то определенном уровне. Но этот нюанс для данного общего свойства живых систем не имеет особого значения, поэтому должен быть принят в качестве верного. Что касается движения наследственности и оплодотворения, то они в данном случае не отвечают тому, что изображено на рисунке. На всякий случай второй пример, тоже из того же банка заданий, открытого банка заданий. Соответственно, на рисунке изображена схема механизма поддержания нормальной концентрации глюкозы в организме человека. Какое общее свойство живых систем иллюстрирует эта схема? Значит, в качестве ответа дается гомеостаз, саморегуляция. Дополнительными, на наш взгляд, дополнительными верными ответами является обмен веществ и метаболизм, поскольку они прямо следуют из-за схемы. Происходит именно обмен веществ. И поэтому обмен веществ и метаболизм – такие же верные ответы, как гомеостаз и саморегуляция, которые предлагаются в качестве критериальных ответов, в качестве верных ответов. Ну и здесь остальные – это частности. Посмотрите, пожалуйста. Но раздражимость к этому изображению не имеет отношения. Относительно верная, можно так сказать, регуляция, но здесь тоже момент – регуляция. Здесь вот как раз вопрос. Ну, мы его отнесли как неверный ответ, потому что саморегуляция. Не просто регуляция извне, а именно саморегуляция подразумевается, что она автоматическая, внутри заложенная самой природой в организме. Саморегуляция. Регуляция – это немножко в другую сторону. Она может быть внешней. Регуляция. Ну, углеводные и моральные регуляции к углеводным обменам не подходят, потому что это частности, это не общее свойство живых систем. Ну, вот с регуляцией здесь вопрос. На самом деле, здесь нам надо с вами подумать о регуляции. На мой взгляд, ну, вернее, на наш взгляд, потому что мы эти вопросы обсуждали в нашем сообществе, московских учителей. Саморегуляция – это как бы внутри, и это подразумевает, что общие свойства живых систем. Они сами себя регулируют. А регуляция вообще – это регуляция, может быть, и извне. То есть это более широкое понятие, чем саморегуляция. И относиться, может, не только к живым системам. Так, теперь пример 18-го задания. Из демо-вариантов и пособий, которые можно сейчас встретить на просторах нашей Родины. Значит, обращаю ваше внимание, что здесь совершенно замечательное задание стало. Замечательность этого задания заключается в том, что теперь его вопросов два. Причем, если первый находится легко и по графику, то второй – это вопрос следствия из графика. То есть мало найти на, соответственно, картинке нужное число, нужную цифру. Надо еще интерпретировать, а почему она там, где находится. И вот этот момент, он, по идее, должен отделить тех, кто знает предмет понаслышке, от тех, кто его знает, что называется, всерьез. И здесь, соответственно, вот показаны примеры таких заданий. Задания хорошие, вкусные. Что называется, вот они как раз для учащихся, которые сдают биологию, потому что у нас чем дальше, тем больше в графиках надо разбираться. Ну и многострадальное задание, о котором упоминалось. Давайте смотреть. Значит, что у нас дано? У нас рассмотрите фотографию кошки серо-белого окраса. Выберите характеристики, соответствующие внешнему строению кошки, по следующему плану. Соответственно, окрас шерсти, форма ушей, форма головы, форма глаз. Ну и D – это очень интересное задание, на которое вот как раз и следует обратить наше с вами внимание. Ну давайте посмотрим. Значит, окрас шерсти. Мы смотрим на рисунок. Что мы видим на рисунке? Ну мы на рисунке видим явно не второе, что есть в ответе. Явно. Просто вот явным образом видим отнюдь не, соответственно, пятна. Хотя в задаче специально написано серо-белого окраса. Тогда возникает вопрос, а зачем нам тогда рисунок, если у нас все написано в задании. Вот момент. Дальше. Второе. Форма ушей. Ну вот, форма ушей, соответственно, загнутой назад – это хорошо заметно. Загнуты назад они. Да, действительно, загнуты назад. Это как бы здесь четыре не обсуждается. Затем форма головы. Форма головы, соответственно, округлая. Дальше. Треугольная. Трапециевидная. Клиновидная. Вот здесь, исходя из ответов, получается, что она здесь у нас клиновидная. Ну вот, здесь очевидно совершенно, как в свое время с собаками. Здесь нужно дополнительные критерии давать. Вот, чем округлая отличается от трапециевидной, от клиновидной, и клиновидная от треугольной. Я выпал из эфира. Не ошибка подключения. Что называется, есть проблемы со связью. Но ничего страшного. Итак, возвращаемся. То есть, понять, почему в одном случае мы, соответственно, трапецию создаем, во втором случае у нас клин, что есть клин, непонятно. И что значит треугольный, потому что трапециевидный, мы видим, тоже треугольник. То есть, как бы, треугольная, она вот, 3-4, она чем отличается? Почему вот 3 – это клиновидные, а 4 – треугольные? Клиновидная у нас не треугольная, у нас получается там, видите, треугольничек, треугольничек, два треугольничка. То есть, как бы, вот, здесь совершенно непонятно. Каким образом можно подходить, с какой линейкой нужно подходить сюда, вот к мордочке изображенной кошки, она, конечно, приятная на вид, но вот как ее обводить, каким параметром ее обводить для того, чтобы правильно выполнить В, непонятно, пока сильно непонятно. Вот, дальше форма глаз еще интереснее, форма глаз еще интереснее, вот тут вот дается, что, соответственно, форма глаз 4, менделевидные, вот, ну вот менделевидные, почему они менделевидные? Вот, у нас зрачок не доходит до конца, вот, то есть, на самом деле, на самом деле не будет никакой потери баллов, читаем D, вот, определить соответствует ли данный особь стандартам породы американский керл. И дальше мы читаем стандарт породы американский керл, фрагмент, породу отличает многообразие, мы видим одного представителя, многообразие окрасов короткошерстных и длинношерстных кошек, многообразие, тут у нас однообразие. Дальше. Для породы характерна кленовидная форма головы и большие менделевидные глаза. Главная особенность породы – широкие основания и плавно закрученные, широкие у основания и плавно закрученные назад уши. Дальше. У каждой особи, а у нас тут одна особь, своя степень закрученности. Ну и вопрос, соответствует ли, ну, конечно, нормальный ребенок, который знает на 5, он ответит, не соответствует. Почему? Потому что он не может сделать вывод по одному представителю, соответствует или не соответствует многообразие и у каждой особи. Он видит только одну. Тот, который не заморачивается, просто возьмет D и перепишет все задания А, Б, В, Г с точки зрения того, что написано в D и получит 3 балла. Вот, то есть здесь задание, которое сейчас предложено в демонстрационной версии, требует глубокой переработки. Глубокой переработки с точки зрения того, а что мы, собственно говоря, делаем. Зачем нам тогда рисунки, если у нас написано серо-белый окрас в названии, то есть мы уже изначально должны выбрать цифру 2, потому что у нас написано серо-белый окрас. Дальше, что касается, соответственно, формы ушей, формы головы и формы глаз, мы берем из D и выбираем цифру 1, соответствует. Все. И получаем 3 балла. Те же дети, которые у нас будут по-серьезному, взяв, соответственно, в руки линейку, по-серьезному работав, как положено по, соответственно, критериям, они рискуют не получить даже одного балла, хотя сделают все правильно и по инструкции. Здесь надо четко, вот, соответственно, говорить о том, что задание потеряло свою сущность. То есть если мы про лошадей, собак, там, хоть как-то нужно было помнить и вспоминать, собственно говоря, какие-то биологические сведения, здесь, увы и ах, здесь, к сожалению, мы столкнулись с тем, что у нас произошла подмена задания. У нас теперь рисунок совсем не нужен, нам нужен только начальное описание и пункт D, для того, чтобы мы все три задания, все пять позиций поставили верными. Очевидно совершенно, что здесь надо перерабатывать это задание. Оно негодное в том виде, в котором предложено вот сейчас. Что касается лошадей и собак, здесь глубоко не соглашусь. Глубоко не соглашусь. Там нужны именно биологические сведения. И инструкции последнего времени издания, они более точные стали. Особенно по собакам. Когда там морда приплюснутая в двух ракурсах, фаз и профиль, и становится понятно, какая форма у собак. Итак, ну не то, чтобы убирать это задание надо, оно хорошее задание. Оно должно проверять умение работы по инструкции. Другое дело, что инструкция должна быть написана так, чтобы ее можно было выполнить. Используя рисунок. То есть, если мы говорим о том, что это рисунок, то, соответственно, рисунок и должен работать. А не дополнительные объяснения, которые даны сверху-снизу, с тем, чтобы вывести ребенка на правильный ответ. То есть, что он должен на самом деле увидеть в этой картинке. То есть, очевидно, получается ровно та же самая ситуация, какая была у нас с лошадьми, пока не додумались взять этот самый скелет и не воспроизвести скелет и не понять, а что у нас, собственно говоря, происходит. И где там что заканчивается, и где что начинается. Где у нас пятка, и где у нас на самом деле голень с плечом у лошади. Это 24-е задание. Теперь вторая часть. Вторая часть у нас тоже весьма-весьма интересная. Вот у нас, еще раз подчеркну, количество баллов изросло до 13. И у нас появилось два задания теперь новых. У нас, вернее как, у нас к 20-му году готовилось одно задание новое. 21-му, 2-й, и того их сразу два будет в 21-м году опробировано из-за того, что не было, соответственно, экзамена как такового. У нас реально опробированные из этой части являются только 27-е и 28-е. Хорошо нам знакомая работа с текстом, который выполняет все оно повышенного, а не высокого уровня сложности. Задание с текстом. Вот, его выполняют по результатам выполнения, очевидно, что его выполняют практически все успешно. Получившие больше 13 баллов на экзамене, соответственно, успешно выполнившие экзамен, выполняют это задание все. Ну, с разной степенью успешности. Кто-то балл берет, кто-то 2, кто-то 3. Но вот четкой градации по работе с текстом, что вот отличники, только отличники берут 3 балла, этого нет. Вот, задание 28, там это есть. То есть, там берут отличники 3 балла и отдельные хорошисты. То есть, те, кто итоговый получил 4, это отдельные уникумы, получают 3 балла за таблицу. А если мы говорим про отличников, то там большинство 3 баллов берет. То есть, все как должно быть. 29-я наша многострадальная задача, которая теперь стала иной. Вот, и слава богу, вот она теперь преобразовалась, она перестала быть арифметической биологией, вернее, биологической арифметикой. Вот, а стала биологической задачей. Вот, и это не может не радовать. Ну, и давайте с вами посмотрим, какие примеры 25-го задания. Вот из демоверсии и пособий. Вот, посмотрим по демоверсии, вот посмотрим по пособию. Здесь четко надо работать по рисунку. И здесь есть некий парафраз, то есть, перенос на будущее ЕГЭ. Потому что у нас 23-е задание в ЕГЭ, оно сходно. Там тоже надо с рисунком работать, его описывать. Только уже более сложно. Здесь как бы вот девятиклассники привыкают к тому, что через 2 года у них будет похожее задание, и его надо будет тоже выполнять, опираясь на рисунок. Рисунки могут быть из любой темы, из любого раздела биологии, поэтому я взял насекомых. Вот, соответственно, нужно узнать и описать. Ну, практически 23-е задание. Помните, там тоже надо узнать и описать. Только там количество пунктов больше в ЕГЭ, чем вот здесь, в 25-м. Поэтому очевидно совершенно, что задание нужное, важное. С точки зрения того, что мы, наконец-то, в 9-м классе даем как бы подготовку к единому государственному экзамену, а не идем своим путем. Вот. При этом рисунки могут быть откуда угодно взятые, перерисованные. Почему? Потому что необязательно, совершенно не нужна привязка к рисункам учебника. Вот сейчас поступающая информация иллюстративная, она отовсюду к ребенку поступает. Он работает со множеством источников визуальной информации. Вот. Поэтому вот рисунки. Тем более, что рисунки биологических объектов, при всех их подходах там художников, я так вижу, они, тем не менее, у них всегда есть точки соприкосновения. Они всегда сходны. По определенным частям. Например, вот тот же самый тутовый шелкопрят. Вот. Если вы наберете тутовый шелкопрят, вам выкинется в интернете даже совка. Вот. И там надо увидеть, где там тутовый шелкопрят на самом деле, а где совка. Бабочка. То же самое по пчеле. Вот. Выкидываете этот рисунок и узнает, как муху. Тоже бывают такие моменты. Ну, муха-пчеловитка. Имеется в виду, мимикрия. Вот. Что касается нового задания. Вот здесь, конечно, задание на то, как дети будут описывать, в девятом классе описывать результаты опыта. Здесь, конечно, видится, что здесь два балла возьмут не все далеко. Но как у нас было, если вы помните, с заданием 32. Предыдущие годы, дореволюционные годы, скажем так, до того момента, как у нас началась изменяться структура ОГЭ, у нас было задание последнее, 32-ое. Вот. И там чаще всего оно было засадное, двубальное, потому что нужно было ответить глубоко и точно. Вот здесь вот у нас 26-ое теперь таким заданием будет, где нужно ответить глубоко и точно. Правда, у него есть очень интересное ответвление на знание биологической терминологии. Вот. И вот эти вот два направления, они весьма интересны. В одном случае описывается опыт и задается вопрос. Не всегда, правда, бывает такой вот корректный. Вот. Но это, что называется, к шлифовке. Главное, что понятно, что отвечать учащемуся. Во втором случае дается корни терминов и просится назвать те, которые могут быть в биологии, связаны с этими самыми корнями. Вот. Это на знание терминологии тоже весьма-весьма неплохое направление. Вот как раз для 26-го задания и для девятиклассников, которые все-таки знают не так, как 11-й класс. Это надо, очевидно, понимать для себя. Ну и 29-е задание. Мы видим, что расчеты теперь остались далеко за пределами. Теперь первый и второй вопрос касаются расчетов. Причем расчетов четких, внятных. Не надо ничего самому создавать. У нас меню уже есть. Вот. Его надо соотнести с позициями таблиц, в которые указаны нормы. И сделать выводы, насколько они соответствуют норме. И третий вопрос биологический. Он простой. Он для того, чтобы любой учащийся мог взять балл в этом задании. Поэтому ориентируйте всех на выполнение 29-го задания. Потому что, смотрите, каковы функции углеводов в организме подростков. Скобочка. Укажите одну из таких функций. То есть достаточно просто написать прилагательное в третьем ответе для того, чтобы претендовать на один балл в этом задании. И здесь, конечно, эта задачка, она... Вот мы ее единственное, что не опробировали в 20-м году, но представляется, что она должна будет дать... Вот по поводу убитой бактерии. Ну, здесь что можно сказать про убитых бактерий? Это возврат к 26-му. Ну, расстреляли их. Расстреляли их явно. То есть их взяли и расстреляли. И вот они теперь убитые бактерии. Поэтому надо объяснить, из какого оружия их обстреляли для того, чтобы убить. Ну, это же... Понимаете, что здесь нужно нам с вами работать и предлагать комиссии разработчиков своей версии. То есть вот как уйти от таких, как это называется, таких построений словесных, которые могут трактоваться самым разнообразным образом. Вот убитые бактерии, это вот как раз, соответственно, из этой серии. То есть вот как девятиклассник будет представлять себе убитые бактерии. Примерно так, как я сказал. То есть их поставили к стенке и чем-то расстреляли. По-другому не скажешь. Очевидно совершенно, что здесь это вопрос к формулировкам. И это вопрос к тому, что задание просто должно быть редакторски доработано и переработано. Возможно, что переработано. Коллеги, вот это вот у нас информация по изменениям. То есть анализ изменений. У нас не так много времени дано на вебинары. Ну, как положено, 45 минут. И в заключении хотел бы обратить внимание на учебники федерального перечня учебников, которые у нас есть. Издательство просвещения. Дальше, соответственно, как получить право захода на электронный ресурс просвещения и получить право пользоваться демонстрационными версиями учебников. То есть электронные версии учебников можно получить право для использования. Сейчас вот в наше время, когда удаленка то уходит, то приходит, это становится объективно актуальным. Вот поэтому обращаю внимание, что все это возможно. Да, кроме этого, обращаю внимание на ведущего методиста редакции биологии и ситовознания, с которым можно связываться по вопросам получения вот этих вот всех электронных пособий и версий учебников. Ну и как положено, сегодня у нас 5 октября. Международный день учителя. Поэтому как бы наш профессиональный праздник. И я всех нас поздравляю с этим праздником. И напоминаю, что наш труд благородный и благодарный. Он, с одной стороны, благородный, то есть рожденный на благо. С другой стороны, благодарный. То есть тех, кого мы отучили, нас благодарят потом всю жизнь. И очень вас поздравляю с этим, соответственно, днем. И напоминаю лозунг Симона Львовича Соловейчика. Вы блестящий учитель. У вас прекрасные ученики. С этим лозунгом мы всегда заходим в класс, потому что это действительно так. Ну, за Сим прощаюсь с вами. На сегодня все. У нас еще будут с вами встречи в ноябре и так далее. Там мы будем уже говорить о конкретных подходах к подготовке. Большое спасибо за то, что вы слушали и поучаствовали в вебинаре. Большое спасибо.